И всем привет, уважаемые зрители моего канала. С вами я, Типузик Ченнел. И сегодня я продолжаю играть в игру под названием Max Payne Mobile. Что ж, загружаем сохранение... Глава 4. Да, всё правильно. Глава 4 в черви, что-то там, Нью-Йорка и так далее. Так, во-первых, заберём, получается, более утоляющие. Сейчас, секунду. Ну, чтобы ХП восстановить, так ещё и плюс. Чтобы всё по-полному у меня было. Теперь это полное. Ладно, погнали. Погнали. Чего стоять-то? Так, в прошлой серии я убил, получается, вот этого голого мужика. Это, получается, кто у нас? Мы сейчас ищем Люпина. И по пути убиваем его людей, получается. Ну, ребята, как мы знаем, Люпина окажется не самым главным врагом. В прошлой серии я получил ещё Ингрэм. Но пока что возьму Диггл. Так, аккуратненько. Психопат, блин. На Диаза из ГТВ-Сити похож. Славил на ошибки, так скажем. Бам. Блин, вот эта кровь мне нравится, в принципе. Которая из этих людишек идёт. Очень плохих людишек. Ладно, идём дальше. Вот мы и на крыше. Ну, недолго, в принципе. Идём на склад. А, это не склад. Я что, в казино попал? Ладно. Ой. Бам. Бам-бам. Вот и всё. Толстяш. Так. Отлично. Давайте осмотримся. О, двойной Ингрэм. Прикинь. А пока Диггл возьму. Так. Это что за чел? Ладно. А, точно. Тут же дверь была открыта. Я его убил. Он туда пошёл. Точнее, выпал. Так, сюда нельзя. Я просто стараюсь ничего не пропустить. Ладно. Я отсюда начал, блин. Чё я сюда попал? Не, ребят, так дело не пойдёт. Я не понял. А, может мне дверь надо открыть? Подожди. Да. Блин, вот и дурак. Всё, открываем. И уходим отсюда. Отлично. Глава 5. Вместо нас заговорят пушки. Повернуться и уйти, это было бы самым мудрым решением. Я был не настолько мудр. Ночлежки Люпину представляли собой клоаку, состоящую из самых разных отбросов общества. Лавка со спиртным, ломбард, прачечный автомат, полный подпольных букмекеров и скупщиков краденого. Как и откуда, я не понимал, но им было известно, что я из полиции. Встретили меня фейерверком. Ручьи талой воды напоминали расплавленные золоты. Столб огня подбросил останки автомобиля в небо. Пламя отражалось от кузова чёрного Мерседеса, медленно и величаво уезжавшего на улицу. Казалось, что водители не волновали такие мелочи, как взрыв бомбы. Это был Владимир, глава местной русской группировки. Звон в моих ушах вызвала внезапно разразившаяся война между мафиозными кланами. Водка. Да, ух уж эти стереотипы. Ну, Владимир, ну даёт. Герзкий типочек. Ну, это там так перекрывать дорогу, чтобы мы никуда не убежали. В соседней развалюхе разорвалась очередная бомба. Для меня это было приятное передышко. Бандиты мне перепуганы, но даром, как известно, ничего не даётся. Внутри мог тикать ещё не один часовой механизм, а блиция наверняка уже спешила сюда. Ну да. Так, чё, зайдём сюда? Хотя подожди. Осмотримся. Так, тут чё? Можешь сразу сюда зайти? Ладно, пойдём. Пауншоп. Ой. Так, аккуратненько. Найс. Чё по телеку покажут? Ничего. Патроны. Закрыто. Может где-то есть рычажок какой-нибудь, чтобы открыть. Ладно, мне тогда явно не сюда, пойдёмте в ту сторону. Потому что там делать больше нечего. Читать заголовки было не слишком приятно. А ну-ка. Все они кричали о кровавом убийстве. Завыванию юги вторили полицейским сиреном. Когда за тобой охотятся мафия, а полиция разыскивает как убийцу. Ничего кроме стона ты не услышишь. Ксения. Ясно. Вот неспроста тут стоит, смотрите. С заведённым двигателем. О-о-о. А он дробашь у меня полный. О-о-о. Блин, я испугался. И видимо, услышали, как я выстрелил. Реализм. Чё сказать. Коктейль Молотова. Убирайся. Убирайся, убирайся. Нет, нет, не надо. Смерть идёт. Она уже здесь. Она уже здесь. Не знаю. Не знаю. Я не знаю. Валькирии новые, блин. Нет, не надо. Нет, не надо. Не надо. Не знаю. Не знаю. Не знаю. А чё не взрывается? Странно. Странно. Ладно. Ой. Чё мне делать? Чё мне делать, блин? Кто свистит? Кто свистит? Может быть, мне откроете? Нет. Это бак? а стоп сейчас уже дурак ладно я рядом я рядом поэтому погнали поэтому погнали сразу туда я уже понял чем не делать отлично так вот все я понял что делать здание было просто нашпиговано взрывчаткой вот так вот вот ребята логика логика работает я пожалуй сохранюсь блин чтоб не перепроходить идем дальше блин он меня даже не видел уже стрелять начал нереалистично они вот эти взрываются по-любому да кто звонит на стене звонил покореженный телефон это мог быть очередной наркоман но оказалось что это куда более серьезный собеседник имею честь говорить с мистером пэйном а кто его спрашивает меня зовут альфред уоттен полиция скоро будет здесь расскажите мне что-нибудь поновее они знают что вы здесь откуда я с вами еще свяжусь полиция приехала сирены вещали диким диссонансом как хор сумасшедших у меня было несколько минут до того как группа захвата закончит обычные предусмотренные инструкции действия к тому времени как они проникнут в здание я должен был быть уже далеко макс пэйн это старший инспектор джим бравура бросайте оружие выходите с руками за головой на макс пэйн суровый мужик он не сдаться потому что если макс пэйн сдастся он уже не будет макс пэйна жесть а вот неожиданно все прояснилось гоните был верен себе побольше слов и поменьше дела после этого дела у русского осталось только несколько стволов да гоните это очкарик блин как выяснилось с кишечником русского было все в порядке если на человека надавить он отступает до определенной черты а потом начинает давить на тебя да блин очкарики трожок охерели просто полиция нью-йорка блин это вас убивать не буду мужики но вы поосторожнее без ключа и не мог попасть за дверь блин там ключ лежит это чё за комната как мило взять то где он а вон он я вижу наверно отлично психи просто психи так ладно идем дальше в жопу блин скотина обезьяна вонича самое время на да ребят начинается потихоньку хаос просто полицейские не дремлют что происходит постоянно здание взрывается блин прямо на глаза чуть не упал капец я вообще не его хотел убить офигел не умер с попадания первого что-то они меня хп начали так-то сносить хотя я не на не на сложной сложности играл чтобы это странно не звучало ладно чё уж там сохраняюсь почаще не знаю почему выходим на улицу глава 6 как вырастить крылья ну хорошо сейчас спустимся без проблем я помню эту главу прикольно достаточно кстати чё пацаны как дела ладно развлекайтесь меня принципе другого пути нет чтобы выбраться на крышу мне нужно было попасть в лифт который находился за этой дверью доставка пиццы мы раньше не встречались проваливай приятель хорошо я помню я помню тут надо какого-то мужика привезти у нас так много скотина ладно пока что более утоляющие у меня ещё есть нет не стреляй я не ты знаешь этих типов из прачечной я? нет ну и зачем ты мне тогда нужен что? нет из прачечной? конечно знаю тогда отведи меня туда конечно знаю когда ему угрожает смертельная опасность погнали ну я конечно же знаю что мне его придётся всё равно убить пошли это я открывай впусти меня живо погоди я пароль да ладно тебе ну хорошо Джон Ву ладно заходи это западня это Пэйн вот и всё это Пэйн крысёныши ладно сохранить чтобы ни хрена себе прям перед чем он сохранился так тут ничего интересного о ну всё поехали фух наши руки вспотели да откуда говорят я знаю в туалете смотри бам сегодня Сегодня в Нью-Йорке создалось чрезвычайное положение в связи со столкновениями преступных группировок, происходящими в Бронксе и связанными с распространением Вальгерина. Очевидно, Макс Пейн, подозреваемый в убийстве агента отдела по борьбе с наркотиками, ведет войну со своими бывшими партнерами. Среди опознанных жертв были обнаружены известные мафиози Джой и Вергилио Финита, а также Рико Муэрте, ранее разыскиваемый в связи с серией убийств в районе Чикаго. Полиция Нью-Йорка находится в состоянии полной боевой готовности. Словесный портрет Макса Пейна разослан во все полицейские участки города. Старший инспектор Джим Брабура обещал принять все необходимые меры для поимки преступника. Какие именно меры, нам пока неизвестно. Кира Сильвер, специально для выпуска теленовостей, Нью-Йорк, Си-Н-Н. Вот так вот. Ну вот по факту, Макс Пейн же ничего не совершал, но вот так вот, ребят. Показалось. Нам в окно, по-моему, да? Вот мы на крыше, но перед этим надо сохраниться, потому что я могу упасть. Банально просто. Извиняюсь, что так много сохраняюсь, просто... На этой неделе шоу-адрес неизвестен. Это последнее место на земле, куда бы я хотел... Бам! Че показывают? А! Почему? Блин, не работает, ладно. Погнали дальше. Красный, синий или зеленый? В кино это всегда красный или синий? Ой. Дурачки. Все-таки зеленый. Или синий. Что они там обрезали? Или оба обрезали? А, нет. Не сюда. А, нет, сюда. Да. Ну, че, сам своего убил. С такими друзьями даже врага... Враги не нужны. Просто я дываю спокойно в раж. Так, не, не сюда. В дверь, походу, да? Какого черта вы тут делаете, а? Они же бомбят нас! Что вы делаете? Вы ничего не делаете! Это же война! Это чертова война! Осталопы! Ждем. По-любому зайдут. А вот он и наш Ганьети. Ганьети. Вини, Ганьети. Вот уж кого мне до смерти хотелось найти. Эй! Ублюдок чертов! Я с самого начала чуял, что ты полиции задницу лижешь! Ты что тут о себе думаешь? Ты мусор поганый! Думал, ты придешь сюда, размахивай свои пушки! А-а-а! Господи! Ты меня подстрелил! А-а-а! Чего уставились, идиоты? Убейте его живо! С удовольствием вас! Ганьети подтвердил. Я был для них чем-то вроде неуловимого мстителя. Вот она, самая эпичная погоня 2000-х годов. А-а-а! Все, музыка закончилась. В старе Ганьети лежало измятое письмо. Письмо было адресовано Пунчинайло, но у Винни так и не хватило духу закончить его. Джек свихнулся. Недавно он пристрелил Дина, потому что хотел посмотреть, как его мозги размажутся по стенке. Он окончательно свихнулся. А у нас скоро закончатся люди и заглохнет бизнес. Ганьети до смерти боялся своего босса. Джек Люпина был безумцем. Да, Люпина еще тут. Мерзавец. Винни Ганьети бежал. Чуть с пули в животе, из которой кровь ввелась, как кетчуп из разбитой бутылки, далеко он убежать не мог. Он знал, где его босс. Раз и навсегда, Ганьети двигался быстро. Не знаю, как насчет ангелов, но у людей крылья вырастают от страха. Да сейчас мы его прикончим. Я надеюсь, он сюда побежал. Нет. Вот и идиот, конечно. Блин, за то, что экран мокрый, у меня как-то сынца непонятно, блин. Работает. Ладно. Он похож на Лепса? Так, он отправился. Мне надо прыгнуть, блин. Ну, я сохранился в любом случае. Отлично. Глава 7. Орест с применением силы. Это была уже вторая поездка на поезде за ночь. Судя по началу, она вряд ли могла быть приятнее первой. Ледяной ветер впивался в мое лицо лезвием бритвы, а где-то на заднем плане выли сирены. Город охотился за мной. Нью-Йорк несся мне навстречу. В водонапорной башне на крыше домов мертвый лес антенн и каминных труб. Когда поезд Гуньити замедлил ход, он решился. И он здесь мне самому не придется прыгать? Да нет, не придется. Мужик, ну можешь не стараться, я все равно тебя убью. Но перед этим сохранюсь. Так. Я надобрал. Что я сказал? Тюрбу. Я надчурбу. Идем. Ой, я на ту кнопку нажал, извиняюсь. Баллистика присутствует в этой игре. Баллистика. 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 Окей, босс. Не беспокойтесь. До встречи. Будет сделано. Нифига себе, прям, меня в полёте показали. Жёстко. Так, лифт сломан. Опять же, может, кто-то напишет, что зачем я проверяю всякие углы. Я хочу ничего не пропустить, ребят. Вот почему проверяю. Скотина, блин. Косоглазый. Тебе уже ничего не поможет. Можешь просто умирать. Мёртый полицейский. Отлично. Что за фигня? Куда? А, лифт. Живи. Кто? Кто? Да кто? Откуда по мне стреляет? Я не понимаю. Сквозь стену? Не, мужик, это несерьёзно. Бам-бам-бам-бам-бам. Придётся прыгать. Чё-то не помогли коробки. Крысёныш. Чё, поделит показ? Это был старший инспектор Джим Бравура. На этот раз увидимся в комментариях. Бравура явно переедает, а так он парень неплохой. Эта судьба поставила нас по разные стороны баррикад. Но когда речь шла о том, чтобы поймать меня, у него явно ничего не выходило. Пока. Хорошо. Почему он мёртв? У меня тут вроде не было. Нихрена себе у тебя там речь. Мужик, ты вкручишь, у тебя конец? Первый. Второй. Третий. Ау. Больно. Четвёртый. Скотина, блин. Не даётся, прикиньте. Куда убежал? Пятый. Шестой. Кто кинул? Скотина. Третий. Полнейшая просто. Полнейшая просто. Продолжаем. Я хочу этого чела убить. Чем? Открой, мать твою! Тай, ты, я убью тебя ещё, чё? Чё, чё? Чё, чё? Вот и всё, мужик. Чё, чё? не спрошел. Нифига у меня ингрэма. Вот и все. Я хочу знать, где прячется твой босс. Я не просил ни о чем подобном. Беда сама нашла меня и окутала черной тучей. Добрых и справедливых в этом городе было не больше, чем золотого песка на личном дне. Я не был героем. Нас было трое. Я, пистолет и он. Из всех вариантов у меня оставался только один. Скажу только не делай мне больно. Не надо. Люпина в ночном клубе. В клубе Рагнарек. Заведи на меня дело. Арестуй. Посади за решетку. Только не делай мне больно. Твои права зачитаю тебе на похоронах. Глава 8. Рагнарек. Рагнарек был личной собственностью Люпина. Наркопритон, устроенный в здании старого театра. Я знал, что меня ждет внутри. Свихнувшиеся наркоманы, готовые на все в припадке бессмысленной ярости. А также отряд головорезов Люпину. Рагнарек был более приятен, чем головная боль, пульсирующая от автоматных очередей. Фасад клуба был оформлен в готическом стиле. Намек был таким же туманным и неопределенным, как пуля в сердце. Яблочко от яблони недалеко падает. Во всем здесь чувствовался Джак Люпина. Итак, ребят. На этом, я думаю, стоит заканчивать. Ну, в итоге я не понял, мы его убили или просто он остался живой. Мы его просто покалечили. Но... Мы узнали, где находится Люпина через Ганьети. И в следующей серии, я думаю, мы уже настигнем Люпина. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!